Всем привет! В данном видео будет обзор кофемолки производства Redmond и, соответственно, здесь у нас модель RCG EFIS M1608. Вот так выглядит кофемолка. Соответственно, мы видим внешне покрытой металлизированной оболочкой. Внутренне, думаю, пластик. Ключевое преимущество крышка пластиковая и для чего купил. До этого я пользовался кофемолкой Hyundai и он начал плохо срабатывать. Крышка загнута до конца, но не включается стабильно, поэтому уже непосредственно приобрел данную модель. Ну, предыдущая модель тоже прослужила достаточно долго, ничего плохого не могу сказать. Здесь ключевое преимущество... Покупал я, кстати, данную кофемолку в MVideo по ключевым преимуществам, что, соответственно, крышка прозрачная и можно детально видеть, соответственно, в каком положении находится, что крышка загнута как положено. Ну, для меня как-то более удобно. Так, и также указано, что здесь применяется инновационная система охлаждения, что прослужит дольше. Вот. Ну, сейчас приступим к обзору. Приятного просмотра! Так, итак, давайте посмотрим. То есть, так она выглядит. Металлизированная, так скажем, кожух. Ну, да, понятное дело, там внутренняя часть она будет пластмассовая. Здесь мы видим, сейчас сфокусирую, наименование модели RCG DEFICE M1608. Так, изготовлен он в июле 21 года в Китае. Так, ну, вот, видим ценник. Так, ну, это витринный экземпляр, поэтому без коробки, без ничего, так скажем. Ну, так покупал в MVideo. Ну, как сказать, дополнительные скидки то, что это витринный экземпляр, конечно, разумеется, нет. Но при этом я использовал накопленные бонусы. То есть, так кофемолка стоила 1600 рублей, 800 рублей заплатил, 800 соответственно бонусами. Так она выглядит. Давайте прокручу, чтобы вы более детально видели. Здесь вместимость 60 граммов кофейных зерен. То есть, стальные лезвия. Так, и можно дополнительные гарантии, да, еще получить. Гарантии 1 плюс 1. Звердочка об условиях акции плюс 1 можно посмотреть на сайте r4s.redmond.company. Ну, интересно. Так, вот так у нас все выглядит. Так, ну, давайте. Наш шнур тоже, в принципе, добротный, нормальный, хороший. Так, и у нас крышка тут прозрачная. То есть, для меня это было ключевое преимущество. Здесь, разумеется, да, кнопочка и вот на пружине и выдвигаемый штифт, так скажем. Вот этот контакт, вот. То есть, когда вы крышкой задвигаете, при нажатии кнопки он давит на датчик, на данную клемму, так скажем, на кнопочку, и контакт замыкается, и все это вращается. И что, обращаю внимание на лезвие, потому что, когда я снимал видео про кофемолку и фиондай, были вопросы по поводу именно расположения лезвия. Давайте более детально посмотрим лезвие. Ну, все блестит, все красиво. А по поводу именно шума, ну, достаточно нормальный, ну, даже за месяц он не будет прям супертичим, потому что тут коллекторный электродвигатель, достаточно шумный. Количество оборотов, обороты большие, поэтому, разумеется, какой-то, как таковой шум, он на любом случае, независимо от производителя, будет присутствовать. Но, исходя из отзывов, я изначально почитал, то есть, достаточно, так скажем, нормальный, да, не слишком шумный, но в пределах, так скажем, нормы. Так. Ну да, тут тоже металлизированная, здесь еще пленочка есть, которую можно прям отклеить. Вот, отклеиваем пленочку. Вот так шикарно у нас выглядит. Так. И можно, кстати, попробовать включить. Ну, то есть, как-то такого шума излишнего нет, то есть, в пределах нормы, не слишком громкий, так скажем, не слишком тихий, то есть, в пределах нормы. Мне нравится, то есть, он более бесшумный по сравнению с другими моделями, и при этом указано, что хорошая система охлаждения. Будем надеяться, как они указали, что данная кофемолка прослужит долго. Такой был обзор кофемолки производства Redmond, модель RCG-M1608. Посмотрели, что данное изделие изготовлено добротно, и надеемся, что прослужит достаточно долго. Подписывайтесь на мой канал, а также нажимайте на колокольчик, чтобы вы получали уведомления о новых видео. Ставьте лайки, лайки помогают развитию канала, чтобы снимать для вас новые интересные видео. Пишите комментарии, всем желаю удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok